На втором сборе мы также уделим внимание аспекту физической подготовки, потому что без него все равно никуда. На этом сборе мы также уделим больше внимания тактике, стандартным положениям и технической подготовке наших игроков. Пожалуйста, работу на первом сборе довольны ли новичками и вообще в целом нагрузками, которые были? Мы выполнили тот объем работы, который запланировали. Мы очень довольны проделанной работой. Все идет по плану, все хорошо. Первый контрольный матч «СК Хабаровск» мы проводили уже под нагрузками и до 60-й минуты была довольно равная игра. Если бы мы реализовали свои моменты, наверное, мы бы выиграли эту игру. После 60-й минуты происходили уже массовые замены, потому что нет, у нас смысла не было уже проводить нашим игрокам под такими нагрузками по полному матчу. Это чревато травмами. И мы немножко упустили нить игры и пропустили голы. Но при счете 1-0 мы забили чистый гол. Ну, ничего страшного. Двигались дальше. «Локомотив Ташкент» – очень хорошая команда, которая играет, наверное, свой лучший футбол короткими и средними пасами, с техничными игроками. Команда прошлогодняя чемпионка Узбекистана и играла в Азиатской лиге чемпионов очень достойный соперник, который помог нам выявить те недочеты, над которыми мы должны будем поработать в сборе. Но это больше тактические вопросы, потому что соперник играл в 5 защитников или, как это модно сейчас, 3-5-2-3 центральных защитника. И это было полезно нам с той стороны, что в нашей лиге тоже достаточно команды играют, 30 центральных защитников. В игре с Хабаровском Иван Сергеев вышел на позицию крайнего защитника, Олег Чернышев оказался в центре поля. Это ситуативное решение или какие-то наработки? Если брать по крайним защитникам, по Ивану Сергееву, вынужденная замена, потому что у нас уехал Женя Шляков на неопределенный срок, так сказать. А у нас в наличии всего два полноценных крайних защитника, ну и плюс молодой игрок Евгений Кулешов. Поэтому это было вынуждено. Что касается Олега Чернышева, мы пробовали в прошлом году наигрывать его в позиции под нападающими. Он справился с этой задачей. И здесь тоже необходимость была, потому что, опять же, у нас всего было три центральных полузащитника. И здесь мы тоже Олега попробовали. И в целом довольны его игрой, потому что в созидании он достаточно хорош и дисциплинированно играет в обороне. Что скажете о молодых тамбовских ребятах Кулешову и Антоне Архипове, которые уже на второй сбор тоже получили приглашение, здесь работают? Ребята достаточно перспективные. И на данном этапе им уже нужна такая игровая практика, которая не в КФК, а хотя бы уровня ПФЛ. Потому что мы видим, как ребята прогрессируют, как они изначально немножко скромно влились в коллектив. Сейчас по этим тренировкам уже видно, что они набираются уверенность в себе, набираются опыта. И набираются опыта работы с более опытными старшими партнерами. Я думаю, что у них неплохое будущее при соответствующем подходе к работе. Позиция третьего вратаря осталась у нас вакантной на данном этапе, но идет поиск голкипера. На первом сборе у нас был игрок. На этом сборе мы пригласили еще одного игрока на эту позицию. Я думаю, мы закроем эту позицию ближе к чемпионату. В Белоруссии достаточно много команд находится на летнем подготовительном периоде. Но мы выбирали партнеров, которые, наверное, нам больше подходят по стилю игры ближайших соперников. Если Бананс она более техничная, более мобильная команда, то Велес мы еще не просматривали. Но думаю, все-таки это такая крепкая команда, которая больше делает акцент на физическую подготовку, давление, прессинг. То, что нам как раз будет необходимо в первых двух выездных матчах. Писали интервью в первый день первого сбора. Вы сказали, что не испытываете определенное волнение. Вот сейчас уже по прошествии первого сбора оно ушло? Как вы себя ощущаете? Интересный вопрос. Волнение ушло. Наверное, я стал более ответственно относиться к своим обязанностям, к обязанностям нашего тренерского штаба. Волнение до сих пор присутствует, но оно уже не такое. Когда окунаешься в работу, оно само по себе уходит. И в целом, я думаю, что это волнение придет еще с началом чемпионата.